И всем привет, дорогие пупсики! С вами я, Артём Фролов, и сегодня в видеоролике, ребятки, мы будем с вами трейдить Flyride Shadow Dracona. Я знаю, у меня уже есть видеоролик по трейдам на Flyride Shadow Dracona, но, как мне известно, данный питомец начал терять свою ликвидность, и трейды на него, соответственно, начали падать. То есть, раньше можно было получить, допустим, за него жирафа и фроста, а сейчас это уже остаётся под вопросом. И сегодня мы будем с вами, ребятки, это проверять, а также оценивать, ну, трейды, которые в данный момент у нас, в принципе, ну, плюс-минус адекватные, да? Но перед началом просмотра данного видеоролика, ребятки, я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой YouTube-канальчик. Также не забывайте включать уведомления, писать свои комментарии, и обязательно, ребятки, поставьте лайкусик. Следующий видеоролик выйдет, как только на данном видеоролике наберётся 800 лайков, ребятки. Ну, вам я желаю приятного аппетита, приятного просмотра. Погнали! Давно мечтаешь о крутых петах из адопме, но не знал, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда быстро переходи на лучший маркетплейс по рубоксу, starpets.gg. Starpets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное – автоматизировано купить или продать своих питомцев. Больше никаких встреч с другими игроками. Все трейды проходят только через баттол. Также на сайте присутствует крутой обменник, благодаря которому ты можешь обменять несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Переходи на starpets.gg по ссылке в закреплённом комментарии. Покупай или продавай своих питомцев быстро и безопасно. Итак, мои дорогие пупсики, сейчас я провожу конкурс на 100 рубаксов. Самые, ой, мы врезались, самые вообще простые условия, ребятки. Нужно подписаться на мой ютуб-канальчик, включить уведомления, влепить свой драгоценный кусик и написать комментарий под данный видеоролик. Все очень просто. Потом переходите по ссылке в описании, ребятки. В описании, не в закреплённом комментарии. В закреплённом комментарии ссылка на рекламу. Именно в описании. И там находите канал с розыгрышами. Переходите туда, жмёте кнопочку «Участвовать». Всё, вы участник и можете выиграть 100 рубаксов абсолютно бесплатно, ребятки. Но я вам желаю ещё раз приятного аппетита и погнали. Итак, пупсики, мы с вами переместились в локацию с трейдами. И тут у нас... А, это фрост дракон. Я думал, блин, шадоу какой-то странный. Ребят, я снова скачал шейдеры и не знаю, как их выключать. Так, ну нам трейд тут прилетает, но это вообще, типа, оценивать даже не собираюсь его. Ну и сервачок. Блин, ну не сказать, что прям уж донатерский. Тут есть жираф. Фрост дракон, как мы поняли, да? Но только чёрный. Я не знаю, зачем она его покрасила в чёрный. Фиг знает. Но на шадоу, смотрите, прям вообще очень похож фрост. Только рожки отличаются. И вот у шадоу есть такая штучка, как у рыбы. Ну это, наверное, кости у неё, да. Это кости у неё. Немножечко отличается она. И что-то трейды нам сходу прям так не летят. Я не знаю, почему. Хотя тут есть жираф. Тут есть также фрост дракон. И то есть, если она его красит в чёрный, то, соответственно, скорее всего, её мечта это шадоу. Может быть, у неё есть оффер для нас. Но, походу... Походу, походу, ничего для нас тут нету, ребят. Ну, блин, я не хочу на следующий сервер идти. Олилуйя, кто-то нам кинул трейд. Кто нам кинул трейд? Блин, вот с инвентарём будет немножечко туго. Плохо видно. Блин, я вот не знаю. У меня раньше выключался на какую-то кнопку. Я вот жму на эти кнопки. Не выключается. Ребят. Вылеза какая-то штука у меня тут. Can you offer... А, он мегафроста нам придугает. Ребят, слушайте. Ой, какая не он химера. Давайте мы ему предложим вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Посмотрим. Мне просто интересно, что вообще дают за мегахимеру. Ну, за мега вот этих питомцев с Хэллоуинской обновы. Потому что, так скажем, я хотел записать отдельный видеоролик. Но у меня не получилось из-за того, что на серверах нету крупных питомцев. Вот как мегафроста. То есть вот, стоят обычные ребята, да, с жирафом, там, с фростом и т.д. и т.п. Can you add more? Нет. Мы не будем ей больше добавлять. Если она согласна, то окей. Если ты не согласна, всего доброго. Я всё равно с тобой трейдиться не буду. Типа, как бы здесь такое дело. Потому что этих питомцев я растил собственным трудом. Несколько суток не спал. Мне, конечно, прости. Но я лучше их оставлю себе. Что в ху? Давай, давай. Ты либо соглашаешься, либо всё. Либо бай-бай. Бай-бай. Бэ-бэ. Ну, ребят, она чё-то я не понимаю. Я её не понимаю. Давайте мы её напишем fast. Мне вот неинтересно, что ты мне там пишешь. Давай. Ты либо соглашаешься, или нет. Давайте капсом напишем fast. Торопим её. Ну, короче, всё. До свидания. Не хочешь, как хочешь. Так, ну чё? Может быть, блин, вот из-за неё мы могли пропустить какие-то трейды. Может быть, нам кто-то кидал трейды? Ну, хотя маловероятно, потому что здесь и нет особо никого. Не знаю. Вот жираф, скорее всего, растрейдживается, да? А не трейдится. Ну, можно попробовать ему кинуть трейд. Я, конечно, хз за добавки. Даст ли он нам нормальные добавки? Или всё же не даст? Он в трейде у нас? А, он отклоняет трейд. А, это, походу, он и был, короче, с мега-фростом. Я понял, я понял. Ну, тут, короче, ребятки, как вы сами видите, ловить больше нечего. А, ну-ка, стоп. Ну, это по-любому будет мелочь. Чекайте. Ну, да, как я и говорил. Ребятки, а мы будем, давайте, переходить с вами на следующий сервер. Итак, пупсики, мы с вами зашли на следующий сервер. Я нашёл мега-шадоу. Мега-шадоу-двагон. Мега-шадоу-двагон. Я хочу попробовать ему кинуть и предложить всех мег. Всех мег с коллекцией моей. Может быть, он согласится. Я, конечно, ну, мало в это верю, да? Но всё же. Нет, извини. Такой трейд я даже рассматривать не хочу. Блин, ну, опять сервер, ну, типа, здесь нету ничего. А, ну, есть в него он фрост, кэнди-канон есть. Ну, и мега, опять же, этот. Мега-шадоу-двагон. Так, ну тут, ну, нет, это фигня. Трейд. Где у нас шадоу? Затерялось. Ну, тут фрост, фэр-монки и дальше мелочёвка. Не о чем даже вообще разговаривать. Просто ещё не нашёлся, наверное, чувачок, у которого есть нормальный оффер. А этот чё? А, он не принимает трейды, вы прикиньте. Он не принимает трейды, чувачок на мега-шадоу. Фэр-бед-дракона нам предлагают. И фэр-фурию. И, блин, ховербат. Ну, честно говоря, такое себе. Вот я помню, когда, наверное, я первый видеоролик записывал. Там давали бета и... Ну, вообще, да, можно было получить бета и ворона. Но бет вырос в цене, потому что на него очень большой спрос. Он стал ликвидным, а шадоу в ликвиде начал, как бы, это, проседать в цене. Это вот не он? Нет, это у нас какой-то ютуба до... Это он был, это он! Какие мне трейд? Нет, это не он. Или это он был, ребят? Я не понял. Нет, это не он, это другой чел. Это другой чувачок, он нам тут опять... Ну, короче, этот повторный трейд он нам кидает, даёт какой-то диск-шар. Не, бро. Бро, не. Но. НТУ, сори. Но нас такой трейд не устраивает и не интересует вообще. Давайте НФР-фрасту попробуем кинуть и посмотрим, сколько он добавок попросит. Блин, у меня бесит прям эти шейдеры, я не знаю, как даже удалить теперь. Я видеоролик записывал, ой, шорт записывал, шорт записывал. Так, шадоу дуэга, ну и давай тебе НФР-голден-крысу дадим. НФР-легу. НФР-легу, так сказать, мы ему даём, ребятки? И отцептим. Э, а чё? А чё это сейчас было? Я отцепнул, но он не отцепнулся. Как это работает? Как это работает? Давай быстрее. Нет, он не согласен. В смысле, ты чё? Давайте давить его. Давайте, дотопим его до Таула. Я хочу, чтобы он принял трейд. Он примет трейд, ребят. Он по-любому примет трейд. Давай тебе ещё это. И туркли дадим. Конечно, я переплачиваю, скорее всего, уже здесь, да? Но всё, ребят, я надеюсь, он отцепнен. Если он не отцепнен, ну тогда всё, это просто крат. Ноу ссори. Да в смысле, ноу ссори. Это нормальный трейд. Вы чё, я не понимаю, натуре что ли, шаду настолько прям подешевел? Ну давайте попробуем на кэнди 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 кэнди. Так, шаду даём. Ааа, даём вдобавок мы. Да ты куда-то отклонил, я не виноват, что у меня эта вечеринка вылезла. Ну, конечно, эти англичанины. Меня прям уже это. Напрягают. Кстати, кто-то написал в комментариях. Вот я вообще это согласен полностью с ним. Написали в комментариях, почему русские должны учить, значит, английский, чтобы трейдиться. А англичанины не должны учить русский, чтобы трейдиться. Вот у меня такой же вопрос встаёт. С какого это фига я должен учить английский? Это ему надо, пускай он и учит русский. Ему надо там написать мне, что добавляй там или ещё что-то. Ну, чё-то вообще я не понимаю. С трейдами вообще не идёт. Либо шаду реально настолько упал в цене, либо я просто не понимаю, ребят. Честно говоря. Кто-то нам кинул трейд. Тата Анера Хи. Ну, она, короче, без питомцев там стоит. Канай оффер. Предлагаю оффер. Понятно. Понятненько, ребят. Понятненько. Просто понятненько. Так, чё у нас тут? Это просто сова. Да и всё, и больше здесь нету. Чё за фигня? Опять не на новый сервер эти, ребят. Я не хочу. Давайте Кандикан попробуем дожать, что ли. Я не знаю. Да и не нужен мне твой этот Райт Пингвин. Оставь его, пожалуйста, при себе. Давайте мы ему положим Фаер Артика. Чисто на пробу. Чисто попробуем. Я, конечно, не знаю, если он не согласится, но это будет полный бред. Прям полнейший бред, ребят. Серьёзно говорю. Прям фу, бред. Ну давай, ты соглашайся. Там он у нас бед прилетел. Смотрю, Фрост прилетел. Два неон порота. Ты чё, шутник что ли? Чего? Два неон порота? Да. Ну и кринж. Два неон порота. Два неон порота за Кандикан. Ну тут какую-то фигню она нам опять предлагает. Два неон порота, ребят, чтобы вы понимали. За Кандикан он бросит. Удачи ему, удачи ему. С такими темпами он будет их трейдить до следующего года. И не затрейдит, я уверен, со стопроцентной вероятностью. Нет, не интересует меня твой зомби Буфао. А, так он нам кидал трейд, это тот бед. Это тот же бед, он нам не нужен. Фрост, давай, принимай трейд. Ну блин, ну это смешно. Два НФР попугая за Кэнди Канон. Ну, это бред. НФР попугай, это чуть-чуть ещё добавить, и это ФР бед дракон уже. Ну, как бы, как бы да, как бы да. То есть прям трейд у него максимально, это, ну, должны переплатить ему. Так, ну чё, нам трейд, мы кинули, точнее, с вами, да? Тут у нас ФР Фрост Дракон, Эвил Безелик, Райт Монки Кинг, НР Химера, НФР Голден Крыса. Он у меня питомца, что ли, украл? У меня тоже, вон, НР Химера, НФР Голден Крыса. Так, НФР Феникса, НФР Юникорна даёт. Ну, ещё одного НФР Юникорна, ещё НР Золотого, ну, короче, Тюленя. Моржа, не знаю. Ну, короче, такое себе. Мега Туркли давайте попробуем. Давайте попробуем Мега Туркли. Тут у нас конкурент появился, вон, стоит на Шадоу, вон там. Ну, мы не расстраиваемся, особо-то, да? Я надеюсь, офферы-то нам покидают, ещё нет. Ну, по-любому сейчас пойдём на следующий сервачок, потому что я ещё до конца не понял. Думаю, и вы не поняли, да? Что вообще сейчас за Шадоу можно получить, и что ликвидно? Потому что, ну, ни на один трейд с нами ещё не согласились, кстати, реально. Вот первый трейд, на который с нами согласились. Ну, всё, ребята, отсептим и заканчиваем данный видеоролик. Ладно, я пошутил, ребятки, давайте будем переходить на следующий сервачок. Итак, пупсики, мы с вами наконец-таки перешли на плюс-минус нормальный сервер, потому что я уже не знаю, что делать. У меня прям, честно говоря, немножечко подгорело, потому что я заходил на сервера, и чуть ли не каждый сервер это просто, ну, КЗ, просто сплошные там питомцы такие себе. Так, ну, да и два Фроста. Эвел Юникорна! Ребят! Ребзи, блин, это вообще шикарный трейд. Ну, это реально шикарный трейд. Два Фроста Эвела, ну, в принципе, даже давайте мы попросим у него добавок. Почему бы нет? Так, ну, если... Блин, вот я даже не знаю по ценовому сегменту судить. Я давно не имел дела с Форстами и Эвелами, они сейчас упали в цене. Фарм Ег? АДД. А, Ребят, мы, походу, затрейдим сейчас. Так, ну, это на ФР Голден Крыса у нас на розыгрыше. Ну, давайте мы ему дадим... Блин, я даже не знаю. Давайте на Архимеру дадим. Типа, больше я не думаю, что дам. Хоть он... Да, он переплачивает, скорее всего, этот трейд на Эвел Фроста. Может быть, даже больше. Ну, давайте оцепнем. Блин, что-то мы тут... Море! Море ему надо. Блин, ребят, мы упали куда-то с вами в воду, пока я тут ходил-бродил, разговаривал. Не он, рыцарскую лошадь давайте. Все, хватит с тебя. Куда уж море-то? Хватит. Без моря. Все. Либо да, либо нет. Это, наверное, будет один не из многих трейдов, на которые я соглашусь реально, ребят. То есть я отцепну второй трейд, потому что, в принципе, это реально нормальный трейд. То есть даже если вот без этого всего, просто два Фроста, я его у Юникорна, если бы у меня было пару шаду, я, скорее всего, бы согласился. Честно говоря, я бы согласился, скорее всего, потому что, ну, в принципе, этот трейд, ну, не могу сказать, что в минус, и не могу сказать, что окуп. Ровный трейд, потому что редко достаточно получается растрейдить большого питомца себе в плюс. Довольно-таки редко, да? Но, блин. АДД он просит у нас опять. Да я уж не знаю, куда тебе еще АДД это давать. Ты офигел, что ли, а? Ребят, он офигел. Блин, я вот не помню, сколько фармекс стоит. Фармек, наверное, поднялась в цене, потому что пингек сейчас стоит 600 рублей, чтобы вы понимали. 600. Кстати, трейды надо будет на пингек заснять. Ребят, как вы смотрите на это, пишите в комментариях. И также на поним... Подождите, нет, давайте дадим сначала добавки, а потом я понапоминаю, да? Я даже не знаю, ребят, мне жалко. NFR Golden Chris у нас конкурс идет. Не хочу. Черепаху давайте, но мы тогда забираем у него химеру. Пошел. Пошел вон. Без химер будешь. Все. Да какой ADD, ребят, он еще... Он меня хочет ограбить. Ребят, я даже не знаю. Зеленую бабочку, легендарку, но мне это подарила подписчица, блин. Не хочу я ему давать зеленую бабочку, легендарку, ребят. Ладно, давайте пофиг. Пофиг. Все, все. Это прям вот максимально. Это прям стопаем, ребят. Также еще раз повторюсь, хочу напомнить, там сколько я сказал в начале видеоролика? 700 или 800 лайков? И выходит следующий видеоролик. Если вы не набираете 700-800 лайков, то будьте без видеороликов. Не знаю, сколько вы их наберете, за год, за два, за три, не знаю. Вот как только набирается, тогда и все. Тогда мы с вами дропаем новый видеоролик, и вы его смотрите. Ну я дропаю, а вы смотрите. Ну че ты? Давай. Давай быстрее, все. No Caps, No Caps. Что-то там пишет, это не мне. Hangi Khmr. Что тебе, Khmr? Давай. Давайте мы напишем, короче, Fast. Я уже что-то не хочу даже с ним трейдиться, какой-то он странный, что-то он меня тут раскруживает. Fast. Давай, да, нет. Вху. НТУ типа или че? Что значит вху, ребят? Вот это я не знаю, честно говоря, что значит вху. Я знаю, что значит НТУ, но не вху. Да, конечно. Один трейд на несколько минут, это такое себе, честно говоря. Вообще такое себе. Короче, все. Братиш, ты меня извини, но короткометражку... Ой, корот... Метраж видеоролика я не хочу делать на 30 минут, чтобы мы рассматривали с тобой один трейд. Так. Опа. Уху. Уху. В смысле, стоите, я не понимаю. Если мне сейчас реально все это отдаст, я соглашусь, ребят, это бред. Это прям бред, вы че? NFR фламинго, фарьёшь, артик оленей, или он хочет понтануться питомцами? Я сейчас не понял. Я сейчас не понял. Это байт, ребят. Да вы че, вы же ровлите что ли? Ребят, у меня лоб спутел. Да не, да ладно сейчас, он откажется сейчас, я вам честно говорю. Он по-любому откажется. Ну, 100% откажется. Я сейчас орну, если он согласится, но нет, она... Ну да, он отказался, короче, это клоун, ребят. Ну такое себе, ну тут было очевидно, потому что он там настолько прям переплатил, что прям жесть. Я не знаю, это вот этот? Это походу вот этот бед драгон, да? Да, это походу он. Это походу он. Давайте мы ему тоже сейчас попробуем сделать этот прикол, который он сделал с нами. На бед, дракончик твоего. Пупсичек ты наш. Байтерский. Это он может нам до этого, кстати, трейд предлагал, а мы отказались, и вот он решил тут нас забайсить, слушайте. Может быть. Все может быть. Ну блин, я бы был в шоке, честно говоря, если бы он согласился реально, прям, я бы прям реально офигел. Ну что, ты принимаешь? Он в трейде опять. Я не увидел, он может отклонил, кстати, наш трейд, он скорее всего понимает, что я его тоже хочу забайсить. Блин, я прям хочу с другого аккаунта сейчас зайти. Ну конечно, это трата времени, ладно, не буду я, но я бы зашел с другого аккаунта и так же бы его забайсить. Ну зачем так делать? Блин, ребят. Ну нет, ты че? Нет, фигня, это фигня, прям фигнюшка, не бро. Бро, давай АДД. Тут 100% нам давали два фроста и Эви, вот ты че? Братыш, братишка, ты че? Вот надо было соглашаться, короче, на два фроста, не лайк, не лыки. На два фроста и Эви у Юникорна. Блин, а может, может быть, все же мы найдем того чела? Я соглашусь. Лайк в хат? Да не лайк, не лайк твой трейд. Вот два фроста и Эви у Юникорна, это вообще трейд шикарный, ребят, я сейчас просто подумал, в голове прикинул циферки, да, и получается, что я дурачок, что не согласился. Прям реально дурак. И фарм Ек сейчас по любасу подорожал. Я, конечно, не смотрел ценники, но мне кажется, по-любому фарм Ек вырос. Так, бета он уложит. Ну давайте. Даем два файрайт фроста и давайте мы еще добавим, давайте, ферр черепа. Ну типа, чтобы был такой байт, но не легкий, ну легкий байт, не прям такой уж, чтобы прям палевно было, что байт? Побайть ему. Ну если он не согласится, я буду что-то сорать просто в голос, честно. Потому что я здесь переплачиваю прям очень. Я не понимаю, он думает или что? НТУС, что? Давайте добавим, давайте добавим, хорошо, давайте добавим. Я сейчас реально ору, ребят. многие бета не могут затретить на двух фростов, а я ему еще и даю две. Господи, он либо же понял, то что я это, угораю, либо я не знаю. Я вообще, честно говоря, надеюсь, то что придет к нам тот чувачок, НФР попугай. Тот чувачок с двумя фростами и Эвиум. НФР попугай и ФР попугай. Блин, а вот тут я в ступоре. Вот тут я, честно говоря, в ступоре. Я не могу даже тут ничего сказать, потому что насчет НФР попугая, блин. Давайте попросим ЭДД, попробуем. Я не хочу трейдить на попугая, потому что НФР попугай это не ликвидный питомец, в плане того, что его тяжело будет растрейдить, то есть ликвидность это означает спрос. То есть спроса на него нет, ребят. Ну, не советую держать НФР попугаев, потому что на него плохие трейды, там, тыры-пыры. Ну, блин, что тебе в ХАТ АДД? Ну, давай я сейчас зайду и посмотрю цену. Ну, я вот просто не понимаю. Что за бред? И добавляет. Сначала он написал в ХАТ АДД, а теперь добавляет. Странный, странный ты. Так, пород. Сколько у нас стоит сейчас пород? Простой 1100 у нас стоит, ребят. Неломка 3100. Ага. Это у нас получается... Ну, нет, получается вообще фигня. Шадов, чё у нас почём шадов? 4300, ну, не, не, бро, не. Извини, но два Фроста и Эвил без зелек, тем более. Это был просто шикарный трейд. Но я дурачок, ребят, как всегда. Немного обломался, да, и не согласился на трейд, не знаю. Может, вот она была. Буддмон, слушайте, а может, это реально он? Я буду молиться, а? Ну, пожалуйста, я соглашусь. Я клянусь, соглашусь. Я клянусь, соглашусь на трейд. Ребят, ну я дурак, что профукал тот трейд. Скорее всего, мы сейчас его уже не найдём. Там ещё, блин, мой конкурент пришёл. Где тут, вон, девчонку на шаду? И чё ты сюда пришла, а? Буддмон. А, нет. Нам Буддмон кинула трейд, но я почему-то не принял. Потому что у меня принял жираф трейд. Но она в добавке не даёт. Где этот Буддмон? Буддмон кидает мне трейд. Хм, хе-хе-хе. И что это сейчас был за кринж? И что? И отклоняет, отклоняет, господи, какой ты кринж. Просто, ребят. Блин, вот, ребят, кому будет не сложно. Вы видели его никнейм? Киньте ему репорт, пожалуйста, я вас умоляю. Киньте репорт просто. Просто киньте репорт этому чудищу. Просто, реально. Это тут ещё что ли? Друзья, что ли, или чё? Я не понимаю, ребят. Это реально что ли, друзья? Ну давайте мы тоже сейчас понтанёмся. Давайте. Ну давайте мы понтанёмся. А у вас таких нету. И ваши мега шадоу вообще тут ни о чём, ребят. Да что мне твоё мега шадоу? Их куча. Куча, понимаешь? Куча их. Куча. А где мой этот поединок нежити мега? А чё у нас? О, мы залезли на него. Поединок нежити. Давайте чё возьмём? Кэнди, Канон тоже. Покидаемся. А то чё эти понтовиты вообще уже офигели эти англичанины? Бомжи. У него вот есть максимум фэр шадоу? Вот и всё. Понтанёмся сейчас олдовскими игрушками, ребят. Понтанёмся прям как следует. Пуптики мои. Нет, смотрите, у него ещё есть и на фаржерах, мега фрозерка. Ну мне вообще пофиг, у меня было 140 фростов, так что ты бич. Всё. Всё, ребята, он бич официально. Извините, наверное, будет как-то это оскорбительно звучать, но это реально не делается так. Ребята, я думаю, многие со мной согласятся, это срано. То есть я ему кидаю в надежде получить оффер, а он мне потом кидает и предупредит какого-то мега-шадоу. Что за бред? А чё мы вообще... Мы уже вообще всё от сети видеоролика куда-то уехали. Просто shadow вышел из чата. Shadow вышел из чата и жираф это, скорее всего, его тоже друг. Друг. Два друга. Скорее всего, может быть даже с камерой, я не знаю, честно говоря. Не могу точно сказать, но довольно-таки странно. Довольно-таки странно, откуда у него столько питомцев. Хотя у англичанинов часто много питомцев они покупают либо же скамят через скам ссылки. Так что, скорее всего, здесь второй вариант, потому что скины у них, ну, так скажем, прям совсем ни о чём. Прям вообще. То есть, вы видите, что это за скин? Ни в коем случае я не хочу его оскорбить, ребят. Не задеть его какие-то чувства, не кого-то оскорбить. Ну, просто реально. То есть, вот это вообще невидимый скин, потому что он томп заюзал. Но я не думаю, что у него прям такой солидный скинчик, как у этого. Но питомцев у них Кана, Ай, Офер, Мега. Нет, извини, конечно, но мы трейдим Фэр Шадл. Но трейдов, как я понимаю, не будет. Ну, блин, у нас сегодня были нормальные трейды, так-так-так, сейчас я скажу, Фэр Бетта нам давали, да, вроде, с добавками. Блин, подождите, в начале видеоролика какой-то был, короче, нормальный трейдик, и второй трейд был нормальный, это два Фроста и Эвил Юникорн без зелек. Я думаю, в принципе, можно заканчивать на этом видеоролик. Ну что ж, мои дорогие бубсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился, и я надеюсь, он вам понравился. Вы влепили свой драгоценный вкусик, также подписались на мой YouTube-канальчик, также, ребятки, не забываем про конкурс на 100 рубаксов в моем телеграм-канальчике, ребятки, ссылочка находится в описании. Ой, мы не туда поехали с вами. Влепите свой драгоценный вкусик, подпишитесь на каналчик, включите уведомления, напишите комментарии и участвуйте в конкурсе, ребятки. Халява полнейшая, 100 рубаксов абсолютно бесплатно одному из вас. Видеоролик получился в принципе нормальный. В третьем я показал плюс-минус адекватный, особенно уже два Ферр Фроз Дракона и Эвил Бизелик. Вот я дурачок, конечно, что не согласился на него с самого начала. Также хочу сказать про вот этих двух неадекватных англичанинов, которые там понтовались. Коринжану, я с них конкретненько, ребятки. Ну ладно, на этом я буду с вами прощаться. С вами был я, Артем Фролов. Следующий видеоролик на 700 лайков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok